Чё как, сегодня я вам порекомендую новую отечественную рулетку в CSGO, с мотивирующим названием CSGOGGSkins.ru И пока вы не переметали эту рекламу, сразу расскажу о проблеме под названием Обман. Её нет. На GGGSkins.ru присутствуют чат, реферальная система, саппорт и группа ВК. При достижении 50 подписчиков будет розыгрыш скинов, так что поспеши. И ещё кое-что. Внимание! Первые 20 человек, которые сделал ставку, сам моделатор пополнит счёт на 15 рублей. Заманчиваю предложение. Я тоже так думаю. В общем, GGGSkins.ru. Ссылка в описании. В общем, всем привет, друзья. Вот, решила сегодня выпустить такое... Необычное, скажем так, видео. И оно будет касаться... Отчасти темы колды и батлы, там, срачи, всё это, эти педи... В общем, сегодня будем играть в Battlefield 4. И я буду смотреть на её графику, на ультра настройках. Как можете видеть, всё прекрасно, в общем-то. И я помню эти моменты, когда говорили, сейчас до сих пор говорят, в общем, что графика в современных Call of Duty, там, Unbanded for Fireball 3, она хуже, чем в Battlefield 4. И что в EW графика, соответственно, тоже хуже, чем в Battlefield 4. Многие даже её в Battlefield 2.3 приравнивают. А, вообще, отбитый дегенерат 2007-й посылает, но это уже... Вообще, даун какие-то, которые 2007-й хотят вернуть. В общем, сегодня поиграем. И я вам расскажу некоторые факты об этой игре. Посмотрим на графику, на революционную физику, на разрушаемость, на персонажей. В общем, поехали. Всегда обожал эти загрузочные экраны в Battlefield. Вот просто. К тому же они довольно долгие. Если у вас нет, то СССР. Ну, сразу скажу, что видос будет очень ламповым, то есть почти никакого этажа тут не будет. Я просто хочу побеседовать с вами, поговорить, рассмотреть эту замечательнейшую игру с предтоповой графикой 2013-го года, который уступал только к разницу третьему. Впрочем, вот сейчас будем наблюдать с вами сцену, которую многие всегда кидали аргументы на то, чтобы Battlefield 4 графика офигенная. Но для многих сейчас тайн шок. Эта сцена, это пререндер. То есть, это просто тупой рендеринг. И вот, если вам интересно, вот видите эту сцену, да? Сейчас поставим на паузу и поставим графику на низкие. Вот что-то изменится кардинально? Нет, не изменится. То есть, это не игровой процесс. То есть, такого освещения, такой детализации, такой анимации, лиц, детализации, в общем, мы не увидим в самой игре. Вот это низкие настройки. Вот скажите мне, вот есть хоть какие-то отличия от ультры? Есть. У меня меньше FPS сразу стало. Как легко понять, пререндер это или это настоящий игровой футаж? Очень легко. Если мы можем водить камеры мышкой, то это футаж. Вот сейчас я двигаю мышкой и ничего не происходит. Ладно, давайте выстрелим. Это была... Не игровая графика, нет. В смысле, игровая, но это был пререндер. То есть, в геймплее мы такого увидеть точно никогда не увидим. А вот самая первая сцена, которую мы видим. Сразу можно отметить очень хорошую и реалистичную гамму. То есть, вот к гамме придраться тут вообще нельзя. Она очень красивая. Именно в ней Call of Duty, может быть, и уступает. Metal Field. Сразу видим вот эти вот Good Race всякие. Лучи, блики на экране. Ну, в общем, ради чего мы здесь? Мы, конечно же, здесь ради текстуры нам оставил, все дела. Ну, давайте подойдем сюда. Ну, вообще, я ни в коем... Вроде не являюсь графодрочером. То есть, я вообще презираю тех людей, которые прям... Подходят к каждой текстурке. Так смотрят, ау, здесь, я думаю, два пикселя не хватает. Все, игра говно. Все, играть неинтересно, как это вообще. Ну, впрочем... Вы знаете, о ком я говорю. И нет, я говорю о нем. Окей. В общем... Текстурка. Ну, текстурка. Ну, текстурка просто текстурка. Ну, то есть, она довольно-то хорошая. Вот здесь хорошая текстурка довольно-таки... Ну, как и здесь. Ну, то есть, не идеальная. Она, сразу скажу, не идеальная текстурка. Но... Да. Где-то на уровне, может быть, чуть лучше кода АВ. И... Сразу... Хочу отметить одну штуку. Смотрите, вот мы сейчас подходим к этому ящику и делаем вот такие вот царапины по нему. Что это такое? Ну, я сейчас сказал, что это текстурка такая офигенная, но нет. Это бамп маппинг, бампинг или бамп, просто, в общем, называется, как хотите. Кстати, кратко говоря, это шейдерный слой, который накладывается на саму текстурку и придаёт её такой детализации, прям мощнейшей, как будто ты смотришь прям на реальную вещь. Вот сама текстурка. То есть вот эти вот пятна, размылистый, пипец как, вот это называется сама текстурка. Вот. И это, честно говоря, пипец. То есть этот бамп спасает положение почти всего баттлфилда. И прикол в том, что этот бамп есть далеко не везде. То есть вот сейчас мы в начальной миссии, тут он будет напихан везде, где только можно. Ткани, ну, это полный позор. Это уровень Call of Duty Ghosts ниже, ё-моё. Ну что ж, давайте продвинемся дальше. Про воду вообще говорить стыдно, это лучше бы вообще её не сюда не ставили. Это такой позорняк. В общем, вот двери детализированы очень даже хорошо, то есть это прям круто выглядит. Конечно, вот эта вот ручка напоминает текстуру, она всё-таки, по-моему, всё-таки выпирает, но я не уверен. Хотя нет, текстура же. Блин, хрен знает. Вот. Вот Call of Duty Style. Сразу видим офигеннейшую текстурку на уровне последних Call of Duty прям. И... Ну вот. Вот ваш баттлфилд. Сейчас многие напишут, что... Эй, чувак, ты придираешься к текстурам, ну так нельзя делать, ну... Ну как можно придираться к текстурам? Но... Айтипедия, если я это делал, почему мне нельзя? Ладно, давайте пройдём дальше. Перейдём ко второй части. Это у нас... Нахваленная физика. Ну, в смысле, нахваленная. Все говорили то, что в коде физика полная хрень, не меняющаяся там 10 лет. Тот же самый старый физический движок Havoc. Но вот, ээ... Типа они это говорили с уклоном, что в баттлфилде она лучше. Но... Посмотрите на это. Ща, подождите. Надо затолкать её внутрь текстуры. Ну, у меня же как-то получалось это делать. Давай. Во! Во! Вот, эээ... Вот, вот ваша физика. Баттлфилд 4. Прекрасная, просто... Такой фигни даже не было в Half-Life 2 2004 года. Эээ... Революция, что можно сказать? Опять эти убогие... Очень убогие... Ткани. Ну, очень просто. Ну, это... Это Баттлфилд... Фу-то, это... Это Блэклопс 3 на непогрузившихся текстурах на Xbox One. Ну, 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 это... Это, блин, это жесть. Можем сразу лицезреть... Офигенную проработку заднего плана. Точнее, это... Это был сарказм. Надеюсь, вы поняли. Это... Ну, это... Ну, это мыло. Это... Жесть, какое мыло. Текстурка, конечно... Подходишь и видишь, вот столько тут царапин. Вот столько тут детализации. Ну, хочу сказать одну вещь. Прикол в том, что этот бамп маппинг, он был сделан специально для того, чтобы... Таких любителей... Рассматривать текстуры вблизи, чтобы они там такие... Ох, ох, как это круто выглядит. Но прикол в том, что на расстоянии... Вы этого не заметите вообще. То есть, вот здесь где-то... Должна быть эта фигня. Вот. Вот они, видите? Вы отойдите? Вы их не видите! Вот в том-то и прикол, что вот она сама текстурка. Убого сделанная текстурка. И на таком расстоянии вы не видите все эти царапины. Они сделаны специально для таких, как айтипедия, чтобы подойти такие... О, это текстурочка, да. Но у бампа есть один огроменный минус. Он сильно выделяется в освещении. То есть, в темных пространствах он прям так вот пестрит нереалистично. То есть, сейчас должна была быть такая черная линия. Но, как видим, такое пестрение. Вот видите, да? Вот это все бамп-маппинг. Это все бамп-маппинг, понимаете, да? Вот мы не видим ничего. Нет, не видно. Но вот это пестрение, оно, конечно, убивает. Нереалистично это все выглядит. Так-с. А вот мы видим камни. Полигональные камни. С офигенной текстуркой. Вот прям... Ох, какая офигенная текстурка. И только полигонов. Да, явно тут... В колдеет он все хуже намного. Так. Ну, это... Нет, ну это... Пипец. Ткани. Ладно, растительность еще более-менее, но полигонов тут явно не хватает. Вот двери реально сделаны... Двери сделаны реально очень хорошо, то есть, да, если приблизиться, то видно, что тут прям полный пипец творится. Но вот, отдаленно... Прямо это вообще максимум реализма. Бросай, бросай оружие! Черт, восьми рэкер. Вот сейчас мы видим... Не пререндеренную сцену. Полегче, пак. Где тебя черти носили? В таком освещении разобрать их лица довольно сложно, но в Battlefield всегда были пластмассовые такие нереалистичные лица с вообще такой дерьмовой довольно-таки анимацией. То есть, BlackOp3 это гораздо лучше было сделано. Да и вообще в любой Call of Duty анимации-лис была на высшем уровне своего времени. Но вот так на это смотришь, такой... Эээээ, ну это вообще пипец. Это никуда. Мертвые куклы. Но смотришь на это все и понимаешь, что сука, что это убогая детализация. Мне кажется, вроде бы... Вроде бы объектов много, но, блин, ну такое мальцо, ну такое пестрение. Вот это дерево, ну это вообще пипец, ну это, да, это естественно лучшие колды, сто процентов, и многие хвалили, ну, ну как многие, айтипедия хвалил, потом все начали за ним повторять, что в Battlefield 4, и вообще, ой, зле, оружие очень хорошо чувствуется, но, блин, если чувствительность оружия зависит от того, что предсел так вот колбашится жестоко, то, ну, я не знаю, по мне так вообще разницы нету, это те вот знаменитые Optical Flyers, Lens Flyers, от солнышка, просто топ, игра года. А вот сейчас мы сможем заценить искусственный интеллект противников, да, они нас не заметили, мы стоим прямо перед ними, окей, давайте. Ну, я думаю, тут комментарии излишни. Не, ну это жесть, правда. Это правда жесть. Вот это, ну, это реально жесть. К тому же, это было сделано самими разработчиками, то есть это непосредственно какую-нибудь там разрушаемость. Ладно, давайте сейчас тут побегаем с потами, проверим их интеллект, убедимся, что он ничуть не лучше, чем у Call of Duty, а может быть даже и хуже. Так, бегите. Так, привет. О, да. Круто. Он, видимо, развернулся в другую сторону. Давай. Опа. Кто-то будет мне еще утверждать, что тут физика лучше, чем в Call of Duty. Окей, ладно. Не, ну, наличие геометрии это просто убивает. То есть, я как бы, с одной стороны, много, но реализован он так херово, что я... Не знаю. 1+, жрет мало. Значит, тут все весело, вот так вот. Опа. Опа. Все равно взрыв будет заскриптованным, но я попытался. Очень реалистично рвануло. А в общем, сейчас мы попадаем в самое болезненное место в всей Battlefield 4. Это наружные сцены или Outdoor. Ну, вот, что-что, но они реализованы очень убого. Это первая миссия. И здесь, даже уже не приглядываясь, я вижу полный пипец. Лол текстуры. Убогая физика. Убогая реализация деревьев. Нехватка полигонов. Одно радует, это лучики. Да, лучики. Ну, в холодине тоже есть, этим не удивишь. Да, да, да. Топ-графон. Просто топ. К слову, айтипедия очень часто винил Call of Duty за очень плохое взаимодействие с окружающим миром. Ну, вот, вопрос. Где? Где? Да. Где? Где оно в батле? Где оно? О, до конец-таки я нашел кто-то. Такие же маленькие кусочки напитаются и пропадают сразу же. В белоком строение хотя бы немножечко так, ну, стояли что ли, а тут они сразу попадают. Прикольно. Ну, то есть, я думаю, вы поняли. Вот сейчас мы можем лицезреть очень, очень красивые взрывы, в скобочках нет. И... Угадайте, что? Верно. Спрайтовый огонь. Сколько комментариев я про спрайтовый огонь читал на русском сегменте? Столько их было, но... Ну, скажите мне, в какой еще игре огонь не спрайтовый? Вот, в какой игре? Даже в Battlefield 1 там огонь спрайтовый. Что уж говорить про четверку. Графон. Блин, какие же машины все-таки здесь убогие. Прикол в том, что это не как бы просто объект, стоящий на карте. Это действительный объект, в котором мы можем сесть, покататься. Все наши ребята уже здесь. Вот текстурка. Крутая. Летающий труп. Это Battlefield 1, детка. Ну, давайте хотя бы протестируем... Всеми любимую разрушаемость. То есть, давайте. Я чуть не понял. О. Да, конечно-таки. Не надо меня убивать. Окей. Революшн все-таки. О, наконец-таки я что-то смог сломать. Да-да-да-да-да. Ну, это такой ПНГ-шный дыр, который сейчас как-то что был. 2Д-шный такой. Спрайта, вы знаете, да? Это топ. Этот спрайта в огонь тоже. И это заскриптованное падение башни тоже. Ох. Вот. Вот она ваша Battlefield. На ультарах. Четвертая. Многие ее называют очень крутой игрой. И очень граффонистой даже по сей день. Даже сама антипедия. Говорит, что она выглядит лучше, чем в Call of Duty. А мы видим это. Вот единственное, что спасает текстурки вообще граффон, это бамп маппинг. То есть добавьте это ВВ в новую. И все. Чистый Battlefield 4 будет. Даже лучше. Что там текстурки получше, реально, я говорю вам. Вот такого там точно нет. На крайней мере, не так часто, как здесь. Вот тут вывозит только бамп маппинг. Сейчас давайте повзрываем. Ну вот эти вот взрывы. Вот, давайте. Вот взрывы. Ну и что это? Что? Что? Стоп, серьезно? Блин, а я не знал, что сейчас так плохо. А это... Это первая миссия. Где тут улучшения по сравнению с Call of Duty, а? Покажите мне, пожалуйста. Где... Где... Где инновации? Где революция? Это притоповая игра по графике 2019 года. Многие до сих пор расхаляют. И, конечно, тут топовая графика. Где? Уберите весь бамп маппинг отсюда. Это, это, ё-моё, код. Даже хуже. Блин, это позор. Просто топовый искусственный интеллект. Офигенные осколки. Ну, огонь, ни из чего происходит просто. Мне обещали топовый графон. Графон лучше, чем в Call of Duty. Где? Вот. Платите за свои слова. Где тут графон лучше, чем в Call of Duty? Это даже в том же Advanced Warfare. Но Advanced Warfare такая же графика. То есть, точь-в-точь. Хабампа нету. Но, блин, графика такая же. Advanced Warfare это... Battle of Duty 4 без бампа. Единственное, что есть в Battle of Duty 4, это бамп. Больше? Ничего. Играть в сингл Battle of Duty 4 скучно, неинтересно, однообразно. И вот тогда у меня к вам намечается вопрос. Если вы говорите, что Battle of Duty 4 очень хорошая графика, даже по сей день. А Call of Duty обсираете, что игра 2011, 2010, 2007, 2001, 1998 год. То... Где ваша логика? Если код ИВ, Call of Duty Interfair, в чём-то да, выглядит всё-таки даже похуже, чем Battle of Duty 4. Но в основном, она либо на уровне, или даже лучше выглядит. Но почему вы так... Оскорбляете код? Почему эти педиа так оскорбляют код? Это ж, как минимум, тупо. Почему не можете получать удовольствие от графики колды, если она почти идентична к Battle of Duty 4, которую вы восхаляете даже сейчас? То есть, вам недостаточно, что в колде графика на уровне предтоповой игры 2013 года даже чем-то лучше? То, я не знаю. Колда, между прочим, никогда не гналась за званием суперреалистичной графики. То есть, они всегда делали графику по мощности консолей. Это вот DICE, ПК-бояринь, компания, которая всё пытается обогнать Crytek и их Crysis 3. Но, блин, в колде нормальная графика. Нормальная детализация. Да и вообще всё нормально. Но что вас не устроило? Я 100% уверен, что больше половины из вас дальше первой миссии не проходили. Впрочем, как и я. И поэтому самое графоническое место у вас это начало игры, которое является пререндером. Кстати, пререндера в этой игре довольно-таки много. Даже в этом месте сейчас будет старая сцена, но я не хочу её показывать. Здесь нету ничего, что было бы на голову выше, чем в Call of Duty. Лицевая анимация хуже. Детализация персонажей, ну, где-то так, плюс-минус такая же. Графика, ё-моё, такой же уровень, только бампом всё заклеили. Освещение, ну, идентичное. Ну, гамма, может быть, реалистичное, но это вкусовщина. Разрушаемость, ну... Ну, разрушаемость, да. Она есть, по крайней мере. Хоть и заскриптованная жестоко, но она есть. Ну, давайте, взорвём эту бочку. Эти вот пластмассовые взрывы. Новые колды, кстати, они лучше сделаны. Этот спрайтовый огонь. Ну, я не могу понять. Вот, вот, вот что? Вот что вот так полношли? Ладно, короче. Всем спасибо за просмотр. С вами был Аллан. Подписывайтесь, ставьте лайки. Удачи. Пока. Ну, не привет от вброса современного игрового комьюнити. Послушанные рабы своих медийных кумиров. С вами базарит Аллан. Думаю, люди с IQ выше конца, но я поняли, что у меня, блядь, бомбит. Бомбит от разных часовешных зажравшихся пидоров, чё мнение является мнением всех остальных ДЦПшных детей в процентном соотношении с 5 к 15. Предупреждаю сразу. Будет дохуя мата. И в это совсем уж пиздец. Сейчас набегут петухи, которые начнут покорекать, мол «Смотрите, ты, долбанёб, матерится, значит, он полдый даун». Но нет, я могу спокойно выращать свои мысли, не прибегая к матершинству. Это ведь, блядь, сценарий. Только на быдло такая подача лучше влияет. Я чую, что сейчас пригорает не только у меня, и многие уже на реактивной тяге в ебальном дизлайке написали ебанутый комментарий и закрыли это видео. Поэтому давайте так. Я не принуждаю вас подписаться и поставить лайк. Нет, я ж не пидор. Я попрошу вас только об одном. Ну что это? Вот, всё, скриньте. Это новый МАС. Всё, это новый МАС. MetalPhil 4, the best graphics in the world.